Пользуясь, как говорится, случаем и с вашей помощью, уважаемые журналисты, я хочу обратиться к господину Додона. Дорогой Игорь Николаевич, мы ведь с вами хорошо знакомы. Когда мы были очень близки по духу и разделяли одни взгляды, у нас были общие планы на будущее. Это было в начале вашей политической карьеры, и вправду в начале. Тогда мы часто встречались, общались, и вы даже обращались ко мне за помощью, которую я без сомнений вам оказывал. Помнится, это был период выборов в местные органы власти в 2011 году. Мы были с вами особенно близки. Ведь тогда я даже посодействовал вам во всех выплачках, в том числе финансовых, чтобы вы смогли провести свою предвыборную кампанию. Игорь Николаевич, я убедился, к сожалению, в том, искренне к сожалению, что понятие лично для вас порядочности вам не знакомо. Та ложь, которую вы сейчас распространяете в СМИ, показывает, что вы предаете не только ваших, скажу про себя, близких, знакомых, но даже и ближайших соратников. Уважаемый Игорь Николаевич, мы с вами вместе гуляли и на моей свадьбе, и на моих днях рождениях. И тогда у нас с вами было много общего и близкого. А сегодня вы вещи, которые сами признаёте, что являются непроверенными, вы даёте как факт. Мне обидно искренне, по-человечески. И сейчас вы, Игорь Николаевич, как я с удовольствием стал узнавать, прилагаете много усилий, что всячески усложнить мне жизнь и моё пребывание в дорогой мне стране, в которой живут дорогие мне люди. Моя семья, мой ребёнок и мои близкие друзья. А помимо всего личного, я считаю Россию могучим соседом и крепким партнёром Молдовы. И люблю эту страну. До сих пор я не хотел выносить это на публику, потому что не в моём характере и не соответствует моим принципам. Особенно, когда речь идёт о людях, которых я считал моими близкими по многим соображениям. Но согласитесь, Игорь Николаевич, любой человек, когда ему откровенно пакостят, рано или поздно вынужден ответить. Я надеюсь, Игорь Николаевич, вы не будете отрицать мною сказанное и не вынудите меня пойти дальше.